Так, ну все, можно, я думаю, потихонечку начинать, потому что вряд ли, если кто-то добавится, хорошо, не добавится, ну и ладно. Итак, пора переходить к различной теории, связанной с iOS-разработкой. В частности, сегодня расскажу вам про жизненные циклы, про делегирование и про архитектуру MVC, модель ViewController. В том варианте, в котором она реализуется в операционной системе iOS. Ну и да, если у кого-то будут вопросы какие-то, или говорите вслух, или пишите в чат, в чат я тоже смотрю. И если насчет лабораторной какие-то вопросы, то тоже задавайте. Но лучше это оставить на конец, чтобы не прерывать лекцию, скажем так. Так, ну и для начала чуть-чуть фактов в целом про операционную систему iOS. Появилась она достаточно давно. Первый iPhone был представлен в 2007 году, если я не ошибаюсь. И это, конечно, была революция. Вы, скорее всего, это время не помните, я зато помню. Сначала все относились со скепсисом, типа, как так, тыкать пальцами в экран, как-то это странно. Да у них не взлетит, да ничего не получится. А потом все очень сильно хотели себе iPhone. Вот прям вот вообще все, я тоже хотела. Но мой первый iPhone был четвертый. Ну да ладно. И когда мы говорим о разработке мобильных приложений, то у нас есть два возможных варианта, как вообще приложение можно сделать. Поскольку есть нативная разработка, так называемая, и кроссплатформенная. Нативная означает, что мы используем те средства, которые нам дают авторы, так скажем, операционной системы. То есть в случае с iOS это те средства, которые предоставляет компания Apple. Это Xcode, как IDE, и языки программирования Swift, либо Objective-C. Swift появился, ну, теперь уже достаточно давно, но если сравнивать с другими языками, он еще очень молод и развивается. И, конечно, это было очень приятное нововведение после Objective-C, потому что если вы хоть раз видели код на Objective-C, то, скорее всего, сильно испугались, потому что он очень нестандартный, странный, и в нем очень много различного, очень странного легаси, которое приходится поддерживать. Кроссплатформенная же разработка – это все то, что осуществляется с помощью каких-нибудь фреймворков, типа React Native, Flutter, Xamarin, Cardova и прочие-прочие. Их очень много. Ну вот самые популярные у меня здесь перечислены на слайде. Принципы работы у них разные. То есть кто-то осуществляет трансляцию кода из того, на чем написано, на Objective-C. Кто-то просто запускает на телефоне WebView, грубо говоря, в котором крутится реакторский код. Ну, в общем, принципы разные, но подход, в принципе, неплохой. Я, конечно, за нативку, но бывают часто ситуации, когда кроссплатформенная разработка лучше. Хотя бы потому, что, к примеру, нам нужно сделать очень быстро какой-то прототип, чтобы показать его клиенту. И мы точно знаем, что клиент любит и ту, и ту платформу. Соответственно, на Flutter это будет сделать гораздо быстрее, чем сидеть и нативно что-то делать. Тем более мы знаем, что потом все равно придется переделывать. А это просто прототип показать, что кнопочки тыкаются. Так что, в принципе, можно выбирать хоть то, хоть то. Но чаще все-таки мобильные разработчики требуются со знанием именно нативной разработки. Хотя знание какого-нибудь кроссплатформенного фреймворка в любом случае является большим плюсом к вашему резюме. Ну и если говорить в целом об операционной системе, в ней можно выделить вот такие слои. То есть у нас есть ядро, у нас есть сервисы, у нас есть медиа и фреймворк Кокоя Тач, который крутится над этим всем. И если рассматривать снизу вверх, то к ядру у нас относятся следующие вещи. То есть все, что связано с безопасностью. В целом ядро операционной системы, файловая система, сертификаты. Бонжур это, к примеру, фреймворк, который занимается обнаружением устройств вокруг вашего айфона. Принтеров, к примеру, и прочих, с которыми айфон сможет взаимодействовать и что-то на них посылать. Ну и чаще всего с вот этим уровнем, конечно, разработчики не взаимодействуют. Только кто-нибудь там, кто пишет что-то очень сильно низкоуровневое. Вообще в целом, извиняюсь за шокальную картинку, я уже четвертый год не могу найти нормальную ее версию. Если кто-нибудь найдет и скинет, я буду очень рада. Здесь у нас семейное древо, так скажем, Unix System. И здесь можно заметить, что на самом деле iOS и Android являются все-таки дальними, но родственниками, поскольку они все идут от одной ветки, соответственно, очень много общих моментов. Но в iOS все гораздо строже в плане безопасности. Android, конечно, пытаются догнать и запретить все, но у них пока это не особо получается. Как бежала со всех дыр, так и бежит информация, в смысле. Следующий уровень, который находится над ядром операционной системы, это Core Services. И здесь уже более такие высокоуровневые вещи, фундаментально важные, так скажем, системные сервисы, которые мы используем при разработке приложений. То есть тут, к примеру, можно найти Core Location. Это библиотека для определения местоположения, для того, чтобы работать с картами и прочее. Здесь у нас уже обмен данными сервером, потоки, сохранение данных пользователя, адресная книга и прочее. И самое главное – Foundation. Foundation – это как раз тот фреймворк, который содержит все базовые классы, которые вы используете. То есть все типы, все-все-все-все, коллекции, работу с ними. То есть с этим уровнем вы взаимодействуете постоянно. Если в вашем приложении Foundation не используется, это очень странное приложение. Скорее всего, там кроме кнопок ничего нет. Если переходить выше уровнем на силой Media, здесь уже у нас появляются различные интересные штуки для того, чтобы отобразить что-нибудь на экране. То есть если предыдущий силой относился исключительно к логике и к отрисовке не имел никакого отношения, то Media – это как раз отрисовка, работа с видео, с аудио и прочими вещами. И вот такие вот различные инструменты относятся к этому слою. Ну и наверху этого всего, в обратную сторону, наверху находится фреймворк Cocoa Touch, который как раз определяет все наши жизненные циклы, все контролы, которые у нас есть. Все-все-все-все, что мы используем при разработке приложения. То, с чем взаимодействуют пользователи, камеры и все-все на свете. Так что примерно вот с такими вещами можно столкнуться, когда мы разрабатываем мобильные приложения. Вы наверняка уже столкнулись с таким страшным словом, как делегирование, но вряд ли понимаете, что это такое. Ну разве что с помощью делегирования можно обработать события от таблицы или от текстового поля, например. Ну давайте разбираться, что это такое, потому что, как написано на слайде, нельзя просто так взять и понять делегирование. Дело в том, что делегирование это паттерн проектирования на самом деле. То есть на третьем курсе, на курсе паттернов, если сильно повезет, вы его пройдете. Ну а вообще вы его пройдете сейчас. И смысл данного паттерна заключается в том, что какой-нибудь класс делегирует часть своего функционала к какому-нибудь другому классу. Притом делает это незаметно через интерфейс. То есть если рассматривать вот эту диаграмму... Так, признавайтесь, UML диаграммы читать умеете или еще не учили? Ну вообще на OOP мы проходили это. Отлично. Ну ладно. В общем, у нас есть класс делегатор. То есть это тот, кто передаст часть своего функционала кому-то другому. У нас есть интерфейс delegate, в котором определен метод, который мы хотим кому-то передать. То есть этот класс не хочет делать что-то, он хочет, чтобы это что-то за него сделал кто-то другой. И конкретный delegate должен этот метод, этот протокол реализовать и этот метод иметь в себе. Что это означает? Обычно я объясняю на примере директора какой-то компании и секретаря. То есть допустим у нас есть директор и ему нужно делать отчеты для налоговой. Он может делать их сам, а может передать этот функционал кому-то другому. Поэтому у него появляется интерфейс человек, способный сделать отчет для налоговой и там метод сделать отчет для налоговой. Соответственно директор либо сам это сделает, либо у него будет поле delegate, внутри которого будет ссылка на того человека, который может это сделать. При этом в чем основная фишка и гибкость данного паттерна? В том, что у директора нет ссылки на конкретный, ну, эта ссылка спрятана за интерфейсом. То есть директор не знает, кто конкретно будет выполнять этот отчет. Будет это секретарь, бухгалтер или его мама или уборщица. Он просто знает, что этот человек способен этот отчет сделать и все. То есть в качестве делегейта, то есть того, кто примет на себя чужие обязанности, может выступать любой класс. Главное, чтобы он реализовал этот протокол. И в iOS на самом деле, ну да, и работать это будет примерно так. То есть когда директору или делегатору нужно будет что-то сделать, он проверит, что если у него есть ссылка на подчиненного какого-нибудь, то он просто вызовет соответствующий метод у этого подчиненного. Если нет, то он сделает это сам. И в iOS очень часто встречается этот паттерн, поскольку таким образом осуществляется обработка каких-либо событий или определение какой-то логики от элементов пользовательского интерфейса. Рассмотрим на примере. У нас есть, что у нас есть? У нас есть текстфилд. Надо его раскрасить по-другому, а то плохо видно. Текстфилд для ввода номера телефона. И мы хотим, чтобы когда пользователь закончит ввод номера телефона, мы его свалидировали и поменяли у него формат вывода. Как это часто делается в других каких-то приложениях, ну типа там Сбербанка, к примеру. То есть пользователь ввел что-то такое, мы этот текст проверили и преобразовали вот в такую форму, чтобы было гораздо проще этот номер телефона читать. И это можно сделать как раз с помощью паттерна делегирования. То есть у нас для текстового поля определен протокол, который называется UI TextField Delegate. И у этого протокола есть специальный метод TextField Edit and Editing. То есть он вызывается в тот момент, когда пользователь закончил ввод значений в данное текстовое поле, и его фокус переместился в какое-то другое текстовое поле, или он нажал на кнопочку, или что-то свайпнул. Ну в общем, фокус сместился. Соответственно, мы хотим вот в этом методе как раз проверить, что у нас там пользователь ввел, и преобразовать то, что он ввел, в то, что мы хотим. И получается, что в данной ситуации у нас есть текстовое поле, которое передает свои обязанности по обработке того, что ввели, своему заместителю, грубо говоря. И в данной ситуации делегейтом конкретным является как раз наш ViewController, внутри которого это текстовое поле у нас добавлено. Получается, делегатором является текстовое поле. Интерфейсом, нужным для паттерна делегирования, является протокол UI TextField Delegate, а конкретным исполнителем, которому передали эти обязанности, является ViewController. И так чаще всего и происходит. То есть, если вы уже работали с таблицами, то видели, что ViewController является как раз делегатом для UI TableView, и создает для него ячейки, указывает, сколько там этих ячеек должно быть, сколько секций и все такое. И получается, что у нас со всеми элементами интерфейса работа осуществляется именно так. То есть, элементы интерфейса не хотят ничего решать, они хотят, чтобы за них это кто-то сделал. Идеально, я тоже так хочу. И они передают обязанности по принятию каких-то решений, по каким-то настройкам, по обработке каких-то событий своему ViewController. И ViewController уже сам разбирается, что там нужно в тот или иной момент делать. Получается вот такая вот цепочка, каким образом мы реализуем делегирование в iOS. То есть, у нас есть какая-то View, которая отдает свои обязанности. У нас есть контроллер, который является делегейтом. Ну, то есть, принимает на себя эти обязанности. И если вы хотите создать, ну, реализовать паттерн делегирования на примере своей собственной View, к примеру, то делается это следующим образом. Нужно объявить протокол, то есть, описать интерфейс, который должен будет реализовать этот самый принимающий на себя новые обязанности. Нужно добавить свойство Delegate у View, которую вы создали. Нужно положить что-то в это свойство Delegate, то есть, ViewController, например. ViewController должен при этом реализовать соответствующий протокол. И, ну, вот, в принципе, все. Я два шага в один слила. Вот такая вот ситуация. Верну на вот эту картинку. Вопросы по делегированию есть? Нет? Отлично. Нету. Прекрасно. Значит, ничего не поняли. Хорошо. Ладно. Тогда, да, еще сегодня чуть-чуть вам расскажу про Swift, поскольку вопросов в чате про синтаксис языка не поступило, что странно. Вот мне особенно интересно, вы вообще поняли, что такое Янамы? Ну, да ладно. По мере, так скажем, продвижения по курсу наверняка вопросы возникнут. И сегодня я хочу вам немножко рассказать про контроль доступа в Swift, поскольку он нестандартный и отличается от других языков. И может сильно влиять на некоторые вещи. Итак, начнем с терминологии, так скажем. Вот мы часто говорим там модули, связи между модулями, многомодульное приложение и прочее. В терминах именно iOS разработки модуль это билд-таргет, который вы могли видеть в Xcode. То есть вы можете свое приложение, ну, билд-таргет это в принципе так можно и перевести, то есть цель для билда вашего приложения. И в рамках одного проекта вы можете создавать целую кучу этих билд-таргетов. И самый простой пример это, когда у вас один таргет для смартфона, другой таргет для часов, к примеру. Третий таргет для телевизора. И они между собой могут использовать одни и те же файлы, просто у них разные настройки билда и разная целевая операционная система. Например, может быть вот так. Можно создавать билд-таргет один для, ну, девелоперский, так скажем, девелоперская версия приложения, другая для продакшена. И там просто будут разные настройки сервера, там что-нибудь такое, разные пути и прочее. То есть в рамках одного проекта у нас может быть целая куча этих самых билд-таргетов. И каждый из них определяется как отдельный модуль. Соответственно, у нас контроль доступа к полям, классам и прочим обычно считается в рамках модуля. Соответственно, если у вас разные билд-таргеты, это будет считаться как разные модули. И между собой далеко не всей информацией они могут обмениваться. Ну, если ничего не поняли, можете по этой ссылке перейти и прочитать еще раз. Ну, а теперь про уровни доступа. То есть это те самые модификаторы доступа, типа Private, Protected, Public и вот это вот все. Но только здесь они немножко другие. Во-первых, их не три, как, например, в JATAC. Private, Protected и Public. Да, как, например, в Java. Здесь их пять. И давайте разбираться. Самый открытый для всех уровень доступа это Open. И он означает, что ваш класс или его методы или поля, ну, то, рядом с чем вы поставите такой модификатор доступа, будет открыт для всех. И его можно переопределять. Сейчас вообще наследование считается достаточно опасной связью, и правильно, поэтому рекомендуется ставить модификатор Final около классов для того, чтобы запретить наследование от данного класса. Потому что наследование можно сломать логику, которая у вас там внутри написана. Именно поэтому произошло разделение, например, на Open и Public. Open означает, что мы можем использовать как угодно данный класс, и мы можем от него наследоваться. Public означает, что мы можем использовать снаружи, с другого метода этот класс, но наследоваться мы от него уже не сможем. То есть наследование для данного класса будет доступно только в рамках того модуля, внутри которого он создан. Внутренний уровень доступа или Internal это то, что у нас по умолчанию, то есть если вы не пишете никакого уровня доступа, то будет считаться, что это именно Internal. И если у нас такой уровень, это означает, что мы можем данный метод, класс или поле использовать в рамках данного модуля. Снаружи его видно не будет, и доступ к нему никто не получит. И есть еще два варианта приватного доступа. Во-первых, приватные файли, то есть файл private, это пригождается в ситуации, когда у вас в одном файле несколько классов или несколько структур, в общем, несколько чего-нибудь. Соответственно, между собой они взаимодействовать смогут. Наружу же из этого файла, ну, снаружи к ним никто не достучится. Ну, и классический private, который запрещает вообще все, то есть ничего мы не можем сделать. Данный метод, к примеру, приватный, используется только в рамках данного класса, и ничего больше с этим не сделаешь. И на самом деле, чем защищеннее ваш класс или структура, или то, что вы создаете, тем лучше, поскольку меньше вероятности того, что ваш код кто-нибудь просто сломает. Ну, и вот это вот все вроде как понятно и чем-то сильно похоже на остальные языки программирования. Но, тем не менее, есть отличия. Отличия в так называемом дефолтном уровне доступа для класса и его членов. То есть мы можем вот этот модификатор доступа указать у класса. И если мы его указываем, то есть, например, пишем, что у нас паблик класс, это означает, что у внутренних членов этого класса, то есть у его полей и методов, вот этот паблик становится модификатором по умолчанию. То есть если не написан внутри модификатор, то мы будем считать, что это паблик. Ну, в общем, давайте посмотрим, иначе на словах это ни черта не понятно. К примеру, у нас есть паблик класс, некоторый паблик класс, и у него внутри пара полей и метод. И согласно этому правилу получается, что раз мы объявили этот класс как паблик, то этот модификатор паблик становится модификатором по умолчанию для этого класса. То есть, вот свойство сам паблик проперти, оно паблик, мы явно указали. Свойство сам интернал проперти тоже будет паблик, хотя у него здесь модификатора доступа вообще нет. Сюда, если слово нет, идет тот модификатор, который указали у самого класса. Поэтому название этого поля на самом деле некорректное, я обычно этим студентов всегда подлавливала. Если мы указали private, то у этого метода так и будет private. С этим все нормально. Следующий пример. Класс, у которого не указан модификатор доступа. Это означает, что у него он internal. Соответственно, у его полей и методов модификатором по умолчанию тоже будет internal. И сам internal проперти, у которого нет модификатора, становится internal. Здесь все нормально, private становится private. И третий пример. У нас есть private класс, некоторый приватный класс, у которого поле и метод, и у них не указаны модификаторы доступа. Вот теперь пробуждайте свои мозги и скажите, какой доступ будет у этого поля и у этого метода. Ну, private по умолчанию нет. Да, правильно, молодец, Илья. Именно так. Если у нас у класса private, значит по умолчанию у всех его детей тоже будет private. Поэтому вообще, на самом деле, рекомендуется в любой непонятной ситуации указывать явно модификатор доступа. Потому что про вот эту фишку половина людей не знает, другая половина забыла. Поэтому потом не могут понять, почему внезапно не могут получить доступ к полю или методу. Ну, хорошо. Тогда следующее, что я хотела вам сегодня рассказать, жизненный цикл view-контроллера. Дело в том, что у нас любой экран является наследником класса UI view-контроллер. По-любому, так скажем, вариантов у нас других нет. Все навороченные view-контроллеры с табами, навигейшенами и прочие, они тоже в любом случае являются наследниками UI view-контроллера. Соответственно, мы должны при работе использовать жизненный цикл этого самого view-контроллера. И выглядит он примерно следующим образом. То есть сначала у нас, ну, здесь, конечно, не указан шаг вызова конструктора. Конечно же, он есть куда без него, но после него осуществляется шаг создания. Так, по-моему, в iOS даже это как раз и есть вызов конструктора. И здесь у нас есть варианты в зависимости от того, каким образом мы данный view-контроллер создаем. Из storyboard или из кода. Потому что будут вызваны разные конструкторы с разными параметрами. То есть либо передастся специальный файл, который преобразует XML-ное описание в storyboard в ваш объект класса, либо ничего не передастся. И на этом же этапе еще может быть вызван метод awakeFromNib, если мы используем storyboard или exib. И в этом методе можно, в принципе, устанавливать делегаты, например. Больше ничего здесь делать не нужно, поскольку на этом этапе у вашего view-контроллера еще вообще ничего нет. И очень легко сделать так, что приложение крашнется. После шага creation наступает подготовка, preparation так называемый. И как раз здесь начинают... Здесь ничего не начинают. На этом шаге у нас осуществляется обработка segway. То есть как раз вот здесь вызывается метод из предыдущего view-контроллера для segway, где мы можем передать что-нибудь, какую-то информацию в наш новый view-контроллер. И обратите внимание, что на данном шаге у нас все еще тоже у view-контроллера, у нового, ничего нет. Потому что установка, к примеру, аутлетов, то есть ссылок на элементы интерфейса, осуществляется потом, на следующем шаге, на третьем, outlet settings, который называется. Поэтому, если вы используете segway, нужно быть внимательным и не обращаться к элементам интерфейса view-контроллера вот на шаге подготовки этого самого segway, поскольку там будет пусто. Там будет нил, и приложение у вас просто упадет. Устанавливаются все эти аутлеты на следующем шаге. После того, как аутлеты установились, все, типа все настроено, вызывается view-did-load. Это отличное место для того, чтобы вызывать какие-то, запускать какие-то запросы, настраивать все. Единственное, во view-did-load не нужно настраивать то, что касается отображения, то есть местоположения или размеры, потому что во view-did-load отрисовка геометрии еще не началась, и все размеры всех элементов будут нулевые. Поэтому дергать их с размерами на вот этом четвертом шаге бесполезно. Все равно это все будет перерисовываться потом. Дальше. Перед тем, как показать на экране ваш view-контроллер, будет вызван метод view-will-апеер. Затем, сразу после того, как экран покажется, будет вызван метод view-did-апеер. И экран, соответственно, мы видим, пользователь с ним взаимодействует, все работает, все хорошо. Хорошо. Перед тем, как спрятать экран, то есть если мы переходим на следующий view-контроллер, к примеру, или вообще свернули приложение, у нас будет вызван сначала метод view-will-дисапеер, затем метод view-did-дисапеер. И получается, что, по сути, вот этот жизненный все-таки цикл, поскольку шаги 5, 6, 7, 8, они у нас зациклены и могут повторяться много раз. Помимо вот этих методов, да, кстати, это все вызывается операционной системой, эти методы вызывать нельзя, не надо, ни зачем, никак, никогда. В андроиде та же самая фишка. Поэтому мы их просто можем обработать и что-то сделать. И обязательное правило в каждом из этих методов... Ух ты! Сначала нужно вызвать метод предка. Вот это прикольно, что у меня будильник сработал, извините. Сначала нужно вызвать метод предка, то есть вызвать супер view-will-апеер, к примеру. Получается вот такой рисунок примерно, то есть мы крутимся по кругу. У нас есть view-will-дисапеер, потом view-will-апеер, потом, если экран прячется, view-will-дисапеер. И если экран опять отображается, этот же самый, разумеется, если операционка не успела его убить, вызовется view-will-апеер снова и так далее. Кроме этого, как недавно я выяснила, спустя много лет, view-дисапеер тоже может вызываться несколько раз. В различных эксклюзивных случаях, когда у нас экран вроде как был невидим, потом через некоторое время мы к нему вернулись, тогда view-дисапеер вызовется еще раз. То есть его вызов тоже возможен несколько раз. И вот постоянно мы по этому циклу крутимся, и эти ивенты нам приходят. Соответственно, например, во view-will-апеер можно запускать какие-нибудь анимации, которые занимают много ресурсов. Если экран спрятался и вызвалось view-will-дисапеер или view-did-дисапеер, мы эту анимацию можем прекратить, к примеру. Или можем что-то сохранить, если экран спрятался. На случай, если пользователь туда больше не вернется, а его данные будут сохранены, ему будет приятно. Так, что тут еще? Ну вот, как я уже сказала, view-will-апеер и view-did-дисапеер вызываются постоянно и много раз, особенно если мы то сворачиваем наше приложение, то открываем его снова. И между ними вызываются различные методы настройки местоположения и размеров наших элементов интерфейсов. Поэтому вот как раз между ними можно использовать размеры, настраивать что-то, может быть, constraints включать, выключать и так далее. Ну, когда экран прячется, это я тоже уже сказала. Помимо вот этих вот методов жизненного цикла, у нас также еще постоянно вызываются при каких-то изменениях методы view-will-лейаут-сабеер и view-did-лейаут-сабеер, а между ними происходит настройка автолейаута, если вы его вообще используете. Ну, если там, в принципе, можно верстать и без него, просто это не так удобно. Соответственно, в этих методах мы тоже можем что-то настраивать, что-то добавлять. Здесь я их разместила для того, чтобы вы понимали, что если вы в методе view-will-лейаут-сабеер что-то подвинете, а потом у вас применится автолейаут, который противоречит вот этим вашим движениям, то дальше у вас все будет выглядеть немножко странно. Поэтому если вам нужно в коде совершить какое-то изменение, которое повлияет на автолейаут, то делать это нужно в методе view-did-лейаут-сабеер, чтобы сначала применился автолейаут, а потом бы его немножко подкрутили таким образом, чтобы все нормально отображалось. Если мы начинаем вертеть экран, у нас вызывается метод view-will-транзишн, и здесь как раз можно обработать какие-то перемещения объектов при смене ориентации экрана, если вы не используете size classes, например. То есть можно что-то переместить и так дальше. И еще у нас есть метод didReceiveMemoryWarning. Он вызывается в случае, если у вас у приложения заканчивается память, и в нем как раз желательно эту самую память опустошить. Случается это в настоящее время крайне редко, на самом деле, поскольку оперативной памяти у айфонов дофигища. Соответственно, ну, желательно это дело обработать, но обычно в случае, если ваше приложение работает с большим количеством изображений, ну, либо видео, то есть что-то такое тяжеловесное, что действительно стоит выгрузить из памяти. Кто-нибудь сможет сейчас сообразить? Вот есть у вас, к примеру, массив UI-имиджев большой. Как очистить от него память? Все UI-имиджи на Нил. Да, да, молодец, именно так. Дело в том, что у нас здесь нет сборщика мусора, но есть счетчик ссылок. Соответственно, память будет очищена, если на объект нет ссылок. Поэтому самое простое, что можно сделать, это просто взять и поставить Нил, так скажем, присвоить той переменной, в которой у нас ссылки на эти самые гигантские картинки. Но, как я уже сказала, этот метод редко когда вызывается. Мне кажется, его стоит использовать, если у вас, ну, прям такое специфическое приложение, и память это как раз такой жизненно важный для вас ресурс. По жизненному циклу есть какие-нибудь вопросы? Ну, вообще, вот вы говорили, то, что всякую настройку нужно делать в... Ну, мне что, там, view-will-layouts... Ой, view-will-опир-view... Что там? Да, да, да. Так, вот в этих, то, что касается именно отображения. Ну, то есть, если у вас по каким-то причинам местоположение кнопки определяется не там, не в сториборде, не где-то еще, не... Ну, оно, так скажем, не статическое, то есть, оно меняется из-за каких-то условий, то вот как раз можно это делать где-нибудь в этих методах, к примеру. Все остальные изменения, связанные не с отображением, а с памятью, с чем-то еще, лучше делать именно в других методах, которые вот эти view-will-опир, view-дидопир. То есть, вот в этих делаем только то, что касается координат, размеров, что-нибудь такого. И то, чаще, вот в этих мет... Чаще всего это все можно поместить вот в эти методы, и работать будет нормально. То есть, на самом деле, вот эти view-will-layouts-абviews мы переопределяем редко. Обычно хватает стандартных методов жизненного цикла. Еще вопросы какие-нибудь есть? А то я вас сейчас буду грузить. Ну ладно, если по мере того, как вы делаете лабораторную, возникнут, будете задавать. Хорошо, тогда переходим к архитектурам. Дело в том, что со временем приложения становились все сложнее и сложнее. Не только мобильные. Вообще, на самом деле, архитектура MVC создавалась там в 70-х, 80-х годах для веб-приложений, для веб-страниц, веб-контроллеров и всего такого. И создана она была с целью, во-первых, упростить процесс разработки, чтобы можно было разделить приложения на слои, распределить ответственность и для того, чтобы повторно использовать что-нибудь. То есть у нас могут быть, к примеру, разные веб-страницы, у которых выглядят они по-разному, а логика у них одинаковая. Таким образом, мы можем создать там один контроллер, одну модель и просто подсовывать разные вьюшки. И изначально идея именно архитектуры ModelViewController выглядела примерно вот таким вот образом. Смысл заключался в следующем. Мы делим наше приложение на три слоя. Это модель, контроллер и view. В чем между ними разница? Модель – это логика нашего приложения. Это то, что мы хотим показать на экране. То есть какая-то информация, какие-то данные, какие-то объекты, ну, в общем, что-то такое. Это именно логика, именно мозги, я обычно называю. View – это то, что отображается на экране. То есть это то, как мы хотим показать эту самую логику. Какие-то вьюшки, кнопочки, картинки, что-то такое. Контроллер – это специальный объект, который умеет взять информацию из модели и трансформировать ее таким образом, чтобы показать во вью. То есть это просто такая настройка, которая знает, куда пойти, какие данные взять, в какой формат их преобразовать и как во вью положить. Просто такой настройщик, который берет данные и настраивает вью. И связи между ними, в частности, зависимости, должны были быть вот такие. То есть контроллер управляет моделью и вьюшками, поскольку из модели он данные берет, а во вьюшке он их складывает. И есть также связь между вьюшкой и моделью. То есть если в модели что-то изменилось, вьюшка сама может пойти в модель, просто потому что контроллер ей сказал, что типа, эй, там данные поменялись, иди новые возьми. И вьюшка сама идет в модель и берет эти самые новые данные. И, к примеру, в Ruby on Rails это работает примерно так. То есть вью, которая, по сути, html-ная страница, может действительно чуть ли не в базу данных пойти и взять то, что ей нужно по определенному адресу. Но, к сожалению, что в андроиде, что в iOS, так делать нельзя. У нас вьюшки связаны только с вью контроллером и не имеют доступа к данным больше никаким и никак. Поэтому компания Apple предложила свой вариант реализации данной архитектуры, который они назвали как о MVC. И давайте посмотрим, что у нас здесь. У них осталось также три слоя. Вью, контроллер и модель. Но отношения между ними вот такие. Вот эту диаграмму, на самом деле, ну такой способ представления этой идеи, я своровала из стендфордского курса, поэтому это не у меня странная фантазия. Здесь эти полосочки расставлены примерно как в дорожном движении. То есть двойная, сплошная означает, что ее никак нельзя пересекать. Ну и вообще сплошная тоже означает, что пересекать ее нельзя. То есть между моделью и вью у нас не может быть никакого взаимодействия. У нас таким образом устроено приложение, что наши вьюшки, то есть то, что у нас есть в сториборде, или в принципе наши кнопочки, никак не могут получать доступ к данным. Это неправильно. Они не должны о данных что-то знать. Они только получают значение и все. И у нас есть контроллер, у которого есть доступ и к модели, и к вью. Со стороны контроллера. В обратную сторону доступа вроде как нет. Но на самом деле он есть. И получается следующее. Контроллер может обращаться к модели. Поясню на примерах, потому что все вечно путают, что такое модель. Модель, к примеру, это какие-то классы или структуры, относящиеся к предметной области. То есть в случае с вашей лабораторной работой моделью будут персона, к примеру, или класс, который запрашивает данные у сервера, или класс, который что-то складывает в базу данных, или там какой-нибудь хранитель токенов. Ну, в общем, что-то такое. То есть это какая-то бизнес-логика, какое-то взаимодействие с внешними системами. Вот это все модель. Контроллером в вашем случае, ну и в случае iOS всегда, выступает UI-вью контроллер. То есть он как раз берет информацию и передает ее во вью. Ну а вью это все кнопки, картинки, все, что в сториборде описано, или через код вы создаете. Вот все вот эти вот объекты пользовательского интерфейса, которые рисуются на экране. Вот это все свой вью. Ну и получается следующая картина. Контроллер может обращаться к модели и брать у нее какие-то данные. Контроллер может обращаться к вью, поскольку у него есть аутлеты, то есть ссылки на кнопки, на все на свете. И он, соответственно, может их настраивать, может у них менять цвет. Ну, в общем, что-то там может происходить. Возможно, связь в обратную сторону. Желтый цвет, конечно, был неудачной идеей. Перекрашу. То есть мы можем из вью обращаться к контроллеру. Но эта связь специфическая. Поэтому здесь в обратную сторону как бы сплошная линия все-таки есть. Дело в том, что это реализовано с помощью механизма Action Target. Что это такое? Вы создаете в сториборде, к примеру, Action. То есть указываете, что при нажатии на кнопку нужно вызвать вот такой вот метод, который реализован в UI View Controller. Но это дело реализуется с помощью Action Target. То есть вьюшка в определенный момент, когда на нее нажмут, создаст событие на меня нажали и отправит его в космос, грубо говоря. То есть она просто на всю систему скажет о том, что на нее нажимают. На нее давят, скажем так. И контроллер, если у него есть соответствующая обработка этого самого экшена, просто примет это событие и обработает. Если же его нет, то ничего не будет. То есть это такой способ взаимодействия явно не связанный. То есть один объект посылает события на меня давят, второй его обрабатывает, если он может его обработать. Если никто не может его обработать, ну значит бедная кнопка так и будет оставаться надавленной, скажем так. То есть вот такой вот непрямой способ взаимодействия. То есть явно у вьюшкина контроллер каких-то таких ссылок, что ли, которые она будет дергать, особо нету. Поэтому с одной стороны система гибкая, с другой стороны там всякий идиотизм, когда мы в одном месте что-то удалили, тут экшен не почистили, приложение падает, а ошибка вообще какая-то левая китайская. Ничего не понятно. Вот. Помимо этого, есть еще один способ взаимодействия от вьюг контроллеру с помощью того самого делегирования. То есть если вьюшке что-то нужно сообщить контроллеру, напрямую она это сделать не может, у нее никаких ссылок нет, но на самом деле есть. То есть если мы установили, что для какого-то текстфилда делегатом является контроллер, то текстфилд сможет этот самый контроллер дернуть. Но только мы перед этим должны эту ссылочку туда добавить. То же самое с таблицами, с коллекциями, всем на свете. Получается, что вроде как связи от вьюг контроллера у нас нет, но на самом деле она есть различными вариантами. Помимо этого, так, да, это все еще, это все еще к делегированию относится. Просто, если вы уже работали с UITableView, вы видели, что там помимо протокола UITableViewDelegate есть еще протокол UITableViewDataSource. По сути, это то же самое делегирование, но он называется по-другому, просто потому что семантически у него чуть-чуть другая роль. То есть он не обязанности какие-то передает таким образом, а определяет для себя источник данных. Поэтому он DataSource. То есть это то же самое делегирование с точки зрения паттернов, но просто вместо того, чтобы какие-то решения принимать, они просто данными обмениваются. Вот, получается вот такая связь между контроллером и View, то есть контроллер на View может действовать напрямую, View на контроллер, ну, со всякими изысками, либо через делегирование, либо через вот этот Target Action, но чаще всего вы его не будете использовать, поскольку никто не использует storyboardы, да, экзибы-то редко кто использует, поэтому обычно делегирование в любой непонятной ситуации. Посмотрим на связи между контроллером и моделью. Контроллер к модели может обращаться тоже напрямую, то есть если в вашем UI View контроллере есть ссылки на поставщик данных сервера, это абсолютно нормально, так и нужно. То есть вы создаете прям объект этого класса, и у него какие-то данные, которые вам нужны, спрашиваете. Но что если данные сервера пришли, и тот класс об этом узнал, но как-то нужно сообщить View контроллеру, что данные-то пришли, и получается нам нужна связь от модели к контроллеру в обратную сторону. И явно ее быть не должно. То есть модель не может иметь ссылки на View контроллер, но есть, разумеется, всякие ухищрения. Например, это система нотификаций. У нас есть специальный notification центр. Это такое решение, которое позволяет подписываться на какие-то события и обрабатывать, если эти события произошли. К примеру, мы можем создавать свои собственные события, и можем создать события, пришли данные от сервера. И это событие контроллер у себя обрабатывает. Сначала он на него подписывается, потом он его обрабатывает. А модель, в случае, если пришли данные от сервера, должна в notification центр сообщить, что данные пришли, событие произошло. Я, в принципе, вам про него расскажу, но его не очень рекомендуется использовать, поскольку вот эта система обмена этими событиями создает неявные зависимости. То есть мы никак не можем явно по коду проследить, что у меня View контроллер зависит от какой-то конкретной модели, что он подписывается на ее события. Это надо прямо в коде шариться и искать, где там происходит подписка, где там вызов этого notification центра. В общем, это не очень удобно. Поэтому стараются все-таки эту систему не использовать. И еще есть KVO. Это K-Value Observer. Мы можем... Со времен Objective-C это осталось, но это тоже не приветствуется в использовании, но иногда без этого никак. Мы можем явно подписываться на изменение полей каких-нибудь классов. К примеру, мы можем... Чаще всего я, к примеру, это использовала, когда нужно было отследить изменение размера какого-то элемента интерфейса. То есть есть кнопочка, она должна растягиваться, но периодически она почему-то берет и делается слишком широкое, ну, шире, чем надо. И я просто подписывалась на изменение ее геометрических размеров таким образом с помощью K-Value Observer и реагировала в нужный момент. То есть сжимала ее обратно вручную. Ну, это, конечно, дикие костыли, но иногда вот именно с интерфейсом пользователя приходится это делать, поскольку Apple не дает нам нормального контроля над всеми элементами интерфейса, нормальных настроек там или возможностей кастомизации, к сожалению. Так, а вот теперь просыпаемся. Поскольку у меня здесь перечислены классы или структуры, и для каждого нужно определить, к какому слою он относится. Напоминаю, у нас есть модель, контроллер и вью. Есть добровольцы? Ну, давайте. Давай, Илья, ты, как обычно, за всех отдуваешься. Так, ну, что вью-контроллер? Это у нас контроллер. Правильно. Юзер, я так понимаю, это какая-то структура, скорее всего, значит, это модель. Угу. Итем-вью, ну, скорее всего, outlet, то есть это вью. Угу. Шоп-тейбл-вью, это, ну, он должен получать данные из модели, значит, это тоже вью. Угу. Итем-детейл-вью-контроллер, ну, это контроллер, database-хейлпер, это у нас модель. Угу. Утилс, это у нас, ну, я так понимаю, это утилс, итем, это вот модели должны быть. А вот тут надо задать вопрос. Утилс – это утилиты, но они же бывают разные. То есть тут зависит от того, а к чему относятся эти утилиты. То есть если они созданы для работы с моделью, ну, и там, к примеру, утилиты для того, чтобы дату перегнать из одного формата в другой, то это будет модель. Если это утилиты, которые что-то делают с пользовательским интерфейсом, то это может быть контроллер. А, ну, ну, да. Угу, давай дальше. Так, ну, итем, я думаю, это модель у нас. Угу. Скорее всего, это структурка какая-то, либо класс, пющий скелп, ну, это модель. Логин, view, контроллер, контроллер, ордер. Ну, если это подразумевается, то, что я думаю, то есть то, что это просто какой-то класс, либо структура, то это модель. А профилл, view, это, ну, view. Правильно, молодец. Ну, то есть тут получается логика следующая. Если у нас контроллер, то он всегда в слое контроллер. Если у нас какая-то view, то это всегда view. Все остальное тут зависит уже от контекста. То есть если это предметная область, что-нибудь такое, то это, скорее всего, модель. Ну, или, как в случае с Database Helper, класс для обмена данными с базой данных. Если у нас это, ну, вот, Purchase Helper, тут надо тоже спросить, а в чем он помогает. То есть если там именно логика покупки, то, скорее всего, это модель. А если это Helper, который относится к настройке экрана, ну, там вынесена какая-то логика дополнительная, чтобы не раздувать view контроллер, то это может быть тоже контроллер. Поэтому вот тут надо уже конкретно смотреть. Все остальное правильно, молодец. Ну, и MVC штука, конечно, хорошая. Да, важный факт. Вот, к примеру, в курсе Стэнфорда MVC описывалось так. Но, ну, и большинство понимают, большинство айосников понимают его именно так. Но если как следует покопаться в документации Apple, то можно найти, что на самом деле, помимо вот этого всего, они определяют 6 видов контроллеров. Соответственно, у нас очень сильно может логика настройки чего-нибудь в контроллеры разбиться на большое количество разных классов. И получается, эта архитектура очень похожа на подход, который называется чистая архитектура. То есть там идет прям четкое разделение по ролям, какой контроллер чем занимается и прочее. Но я, наверное, вам скину ссылку на выступление с конференции на эту тему. Там, на самом деле, получается, что какого MVC, это вещь очень крутая и сложная. Но просто вот почему-то до разделения контроллеров на 6 видов никто никогда не доходит. Поэтому никто никогда этого не делает. Соответственно, все катят бочку на MVC. А почему, сейчас объясню. В шутку айосники расшифровывают MVC как Massive View Controller. Дело в том, что если вот так вот делать по вот этому рисунку, стандартный вариант, когда вот у нас экран, у него View Controller, в котором вся логика преобразования данных из модели во View, и вот Viewшки и модельки, то у нас получается View очень сильно связано с контроллером. У нас же прям конкретно Viewшки, конкретный XZIP под конкретный UI View Controller, там прям и связи между ними, и все прям очень так прочно. Они, по сути, являются практически сиамскими близнецами, неотделимы друг от друга. То есть мы не можем взять UI и View Controller, подсунуть ему другой XZIP. Ну, вообще в теории, конечно, можем, но там заморочки свои будут. И, в общем, никакой замены между ними не может быть. Они всегда по парам. Они очень сильно друг от друга зависят. Если мы через код верстаем, так вообще у нас Viewшка полностью создается в контроллере, и без него ничего никак не может существовать. И получается, что у нас уже не три слоя, а два слившихся, и модель там где-то грустит в одиночестве. Получается очень неудобно, особенно для тестирования, поскольку мы не можем протестировать что-то, что находится в контроллере, без создания View, потому что они между собой связаны. А создавать объекты View в тестах, это вообще проклятие. Это очень трудно, очень, ну, все плохо, короче. Поэтому получается, что если мы действуем таким образом, у нас гигантский View Controller, в котором вообще все. Поэтому вот, например, вам наверняка Даниил, нет, не Даниил, Денис должен был показывать, что если мы делаем делегатов таблиц во View Controller, то мы делаем это не в самом View Controller, а в экстеншенах. Это, ну, вот хотя бы вот так сделать View Controller поменьше. То есть все убираем в экстеншены, чтобы во View Controller осталось только самое основное, что связано именно с ним. И получается вот такая проблема. У нас гигантские View Controller, которые неотделимы от View, которые очень трудно поддерживать. То есть там тысяча строк кода это минимум, если экран достаточно большой и навороченный. Работать с этим неудобно. Поэтому придумали другие варианты. То есть, во-первых, это другие архитектуры из семейства MV. То есть это MVP и MVVM. Потом появились еще различные... Различные слова забыла. Это мнение на тему чистой архитектуры, скажем так. Но это мы будем уже проходить в следующем модуле. Но на самом деле, если, к примеру, смотреть на блок компании Badoo в Хабрахабре, они проводили исследования, сравнивали архитектуру, и они утверждают, что если у вас проект маленький, и вам его нужно сделать быстро, и экраны там не сложные, ну, то есть, к примеру, как в приложении TSO Helper, например. Я не говорю про InTime, InTime, там сложные экраны, особенно в новом дизайне. В Хабрахабре экраны простенькие. Я там делаю MVC, и там все нормально в этом плане, потому что, ну, небольшие view-контроллеры, все более-менее аккуратненько получилось. И я его сделала очень быстро. Поэтому, если вам нужно что-то очень быстро наклепать, вам это не придется поддерживать, и экраны там небольшие, то MVC это нормально. В этом модуле я вам показываю MVC, во-первых, для общего развития, а во-вторых, чтобы вы уже могли подготовить себя к будущему и выделить, например, модель. То есть, вот в этих MVP и MVVM и в той, и в другой есть свой модели. Поэтому, да что такое? Забавно, мне второй раз уже кто-то звонит. Звонить мне в 9 утра в субботу – это услышать от меня нецензурную брань. Ну да ладно. Вот, про модель я вам говорила. Получается, что уже сейчас, уже в этой лабораторной, если вы выделите как раз модель, то есть я вам показала, что относится к модели, как это может примерно выглядеть, если вы это вынесете, ну, я не говорю прям в отдельные папочки, но хотя бы в отдельные классы, вам потом на MVP и MVVM будет гораздо проще, поскольку там модель та же самая, тот же самый слой с теми же самыми правилами игры, с теми же самыми объектами. Поэтому, если вы сейчас начнете это делать, вам просто потом будет гораздо проще это все дорабатывать. Так, и по-моему, у меня на этом все. Вопросы есть какие-нибудь? Вот про MVP и MVVM, потом расскажут нам в следующем модуле, да? Да, то есть в следующем модуле вам, вот я все не могу придумать, не то, чтобы придумать, решить. По идее, вам точно нужен MVVM, поскольку сейчас он является царствующей, так скажем, архитектурой, но я обычно даю студентам и MVP, поскольку если сначала сделать MVP, то MVVM потом гораздо проще понять. Но вот тут я пока принимаю решение. MVVM будет точно. Насчет MVP, ну это, да, в следующем модуле будет. Это все расскажу. Сейчас пока начинайте выделять модель, а потом разберемся, как там еще надо будет дописать. еще вопросы есть? До меня доходят слухи, что у вас проблемы с работой с токенами. или это только у андроидчиков проблемы? Ну, не знаю. В принципе, там писали то, что хранить токены нужно в user defaults, и в принципе, Данил сказал, как это делать, так что в принципе, в принципе, понятно. Да и не про хранение, там просто народ путается, когда и где токены посылать. У вас такое есть? Нет, ну смотрите, я логику свою поясню. Мы авторизуемся, нам получается даются рефреш и аксесс токены. Когда мы пытаемся какую-то информацию загрузить через аксесс токены, получаем 401 ошибку, мы пытаемся его зарефрешить. Да, правильно. Когда мы получаем на попытку рефреша 401 снова, это означает то, что мы должны просто насильно пользователя переавторизовать. Да, правильно. Ну вот, молодцы, разобрались. И не забывайте, что получается во всех запросах, кроме авторизации и регистрации, вам нужно аксесс токен посылать в хедере. Там сначала пишется слово bearer, потом пробел и потом токен. Кстати, вот для чего это? Для чего bearer? Ну это просто стандарт. Стандарт такой. Просто решили так делать. Возможно, там есть какой-то более высокий смысл в этом всем, но надо поискать. Я об этом просто не знаю. Что, еще какие-нибудь вопросы есть? Ну, у меня нет. У остальных? Есть еще не спящие в этой группе? У меня тоже вопросов нет. У Тимофея нет вопросов. Ужас. Не беспокойтесь, в понедельник будут. Многое достаточно, так сказать. Ладно, все, я спокойна. Хорошо. Ну ладно, тогда если вопросов у вас нет, на сегодня тогда можно заканчивать. Не хочу просто слишком много информации за раз выдавать, потому что это не уложится ничего. Вот, так что видео скину, презентацию тоже скину. Если вопросы, проблемы, пишите. На сегодня тогда все. Хороших вам выходных. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания.